Дмитрий Викторович, уважаемые депутаты, согласно Федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления, гарантия осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. И в Красноярском крае существует такой закон, которым установлены различные виды гарантий для тех категорий граждан, которые я вам перечислила. Но, собственно, гарантии, эти гарантии, закрепленные законом края, становятся только после их закрепления в уставе муниципального образования. Гарантия по предоставлению жилого помещения или возмещение расходов на проживание в муниципальном образовании для главы муниципального образования в настоящее время законом о гарантиях не установлено. Вместе с тем, в настоящее время в крае уже имеются случаи замещения должности главы муниципального образования лицами, не имеющими жилых помещений по месту нахождения органа местного самоуправления, в котором данное лицо исполняет должностные обязанности. Закрепление гарантии в законе края позволит привлечь квалифицированные кадры для работы в качестве глав, а также тем лицам, которые уже избраны главами, более эффективно осуществлять свои полномочия. Проектам предлагается закрепить гарантию, согласно которой лицу, замещающему должность главы муниципального образования на постоянной основе, могут гарантироваться предоставление служебного жилого помещения на период замещения должности главы, а в случае невозможности предоставления жилого помещения, возмещение расходов по оплате найма жилого помещения. Проектам также предлагается установить, что порядок предоставления такого жилого помещения служебного устанавливается представительным органам местного самоуправления. Прошу депутатов поддержать принятие проекта. Коллеги, вопросы к докладчику, пожалуйста, если таковые есть. Пожалуйста, Александр Александрович. Нас же любят спрашивать очень сильно, когда мы законопроект какой-то вносим, а представьте статистику. А вот у вас есть какое-то количество обращений. Кто эти люди? Первухин, Егоров, может быть, Черных, которым негде жить в муниципальных образованиях, куда они поехали работать главами. Это какой-то массовый характер носят эти жалобы. Сколько это все бюджету обойдется в перспективе? Есть какие-то цифры? Ну, бюджету это будет обходиться, во-первых, муниципального образования. Цифр таких нет, потому что людей, которые в настоящее время на условиях, которые мы обозначили в виде гарантии, возможной для предоставления жилых помещений, сейчас у нас в крае всего 2, 4, 6 человек. При этом, когда мы гарантию устанавливаем, мы же гарантию устанавливая в законе края не всегда получаем ее реализацию на любом уровне. У нас такую гарантию аналогичную имеют депутаты законодательного собрания, у нас аналогичную гарантию имеют депутаты федерального собрания Российской Федерации. Поэтому, ну, как гарантию закрепить возможность в случае, если человек не имеет жилья, по приезду в муниципальное образование вправе претендовать на служебное жилое помещение, ну, я считаю, это просто логично даже. Обращений у нас таких нет, но вопрос этот возникает, потому что и не это связано с городом Девногорском или с Манским районом, потому что это близлежащие территории. Такая ситуация у нас существует в Енисейском районе, такая ситуация у нас существует на Таймыре, такая ситуация у нас сложилась в Матыгинском районе. То есть у нас есть отдаленные территории, куда люди приезжают работать и не имеют жилых помещений. Поэтому, если бы мы им предоставляли жилое помещение, служебное жилое помещение, ну, не мы, а муниципалитет, понятно, на условиях, существующих в настоящее время в жилищном кодексе, то необходимо было бы соблюдать эту процедуру, всю полностью установленную жилищным законодательством. Возможно, права на эту льготу или на эту гарантию у них не возникло бы в течение всех пяти лет, которые они приехали работать, ну, избранным на который срок. Ну, то есть это все последствия отмены прямых выборов, правильно? Когда человек идет на прямые выборы, как правило, местный, он понимает, на что он идет, и потом не приходит к избирателям и не говорит, скиньте мне на аренду квартиру. А у нас наоборот, сверху поставили, он вот теперь прибежал, значит, в администрацию губернатора, эти главы, да, говорят, а жить нам негде, компенсируйте нам аренду. Пожалуйста, Алексей Викторович. — Екатерина Петровна, ну, давайте прямо говорить, что это некоторое лукавство, когда мы заявляем, что это будет возложено на местное самоуправление, бюджетные расходы имеются в виду. Естественно, тот же самый Манский район, не имея совершенно достаточных доходов, обратится за субсидии к краевому бюджету. Это во-первых. Во-вторых, лично у меня рука не поднимется голосовать за этот законопроект по той простой причине, что людей, которые не имеют жилья и стоят в очереди не годами, а десятилетиями в Красноярском крае тысячи. Это многодетные семьи, это работники бюджетной сферы, это спасатели, да, которые не имеют... Мы гарантировали им жилье, но мы его не предоставляем, и люди десятилетиями работают, жилья не получая. Это многодетные семьи, которые получили земельные участки, которые не могут получить инфраструктуру к этим земельным участкам. В общей сложности это десятки тысяч семей по всему Красноярскому краю. В этом случае делать исключение для не самых бедных людей, руководителей муниципалитетов, я не смогу. В таком случае, я думаю, что надо идти до конца, поддерживая наших коллег, и отменить полностью ту же самую льготу для депутатов законодательных собраний. Многие из которых приехали в этот край, имеют, точнее, очень хорошие доходы и работают на постоянной основе. Если эта мера будет отменена для депутатов законодательных собраний, я поддержу господина Кулеша. Если сейчас мы оставляем наших коллег из других регионов, из Большого Улуя, Ачинска и кого угодно, кто проживает здесь, значит, соответственно, господа, двойные стандарты. Я готова поименно поднять тех людей, которые получают очень приличную зарплату, могли бы снимать себе жилье здесь, работая на постоянной основе, однако никто из них не отказался от того, что бюджет платит за них в очень приличных местах мобилированной квартиры. Поэтому давайте идти с вами до конца. Мы говорим о предоставлении для того, чтобы привлечь людей работать на местах, и сегодня зарплата у них, в отличие от депутатов, очень и очень небольшая. Для того, чтобы привлечь нормальные кадры работать на селе, в муниципальных образованиях, это вполне нормальная мера, которая коррегируется с тем, что делаем мы сами. Спасибо. Виктор Иванович, пожалуйста. Я, в отличие от некоторых наших коллег, проголосую за данный закон. Мало того, напомню одну историю, когда после назначения главой в Ирбейском районе, когда я был погружен в подбор кандидата, и никого из Ирбейского района, не из глав местных поселений, никто не заявился, и пригласили буквально зама главы Рыбинского района, чтобы он участвовал в конкурсе в этом, и у него нет жилья. И, кстати говоря, в Ирбее очень дорогое жилье, он не может решить вот так, чтобы семья переехала, продав в Заозерном, купить здесь. Вот бывает так, рынок работает. И мало того, после этого я даже сам обращался к Сергею Александровичу Пономаренко и предлагал найти такую норму, которая сейчас предлагается. Поэтому, я думаю, это справедливо. Спасибо. Александр Алексеевич, пожалуйста. Когда мы рассматривали этот вопрос на комитете, спасибо комитету, он запрашивал все органы местного самоуправления в Красноярском крае. И был ответ из Северо-Ирбейского района о том, что они просили не принимать этот законопроект, потому что он касается только глав, а не касается, допустим, председателя совета, первого заместителя главы, когда люди приезжают, специалисты приезжают на территорию. И просили говорить о том, и просили рассмотреть вопрос о том, чтобы и эти специалисты тоже получали какое-то, пускай не жилье, и мы говорили на комитете, а также как депутаты законодательного собрания в какой-то сумме на снятие жилья. Поэтому просили рассмотреть вопрос в комплексе. Поэтому, если мы принимаем сегодня это решение, необходимо и дальше делать шаги в этом направлении. Спасибо. Александр Иванович, пожалуйста. Я тоже поддерживаю законопроект, потому как, если мы хотим поднять уровень, значит, качество чиновников на местах, безусловно, нам придется это делать, обеспечивать, поверьте, не только квартирами. Потому как для того, чтобы МЧС, учителя или врачи завтра получили квартиры, там, конечно, нужно качественно управлять территорией. А зачастую на местах найти будет невозможно. А человека привлечь, что нужно в первую обеспечить очередь это квартирой и жильем. Спасибо. Спасибо. Виталий Александрович, пожалуйста. Постараюсь вкладкой. Коллеги, мы постараемся привлекать специалистов в территории. Строим жилье для специалистов, медиков, учителей, для специалистов в сельском хозяйстве. Неужели глава района это не специалист, которому тоже нужно помочь с жильем? Поэтому я буду поддерживать. Коллеги, спасибо. Пожалуйста, Сергей Александрович, от комитета. На комитете тоже было достаточно такое непростое обсуждение, но после выяснения всех обстоятельств все-таки мы приняли положительное решение в поддержку этого законопроекта, понимая, что мы всего лишь наделяем правом органы местного самоуправления. Мы сегодня, мне кажется, достаточно много на себя берем сейчас. Мы большому улую отказали в организации нового муниципального образования. Сейчас мы решаем, что делать, что не делать муниципальным образованием для того, чтобы привлечь классного специалиста на пост главы. Мне кажется, это неправильно, мы должны давать такие возможности. Поэтому и мое личное решение, и решение комитета это поддержать данный законопроект. Коллеги Александрович, пожалуйста, очень кратко. У меня поведение замечания, но я вам предложил воздержаться от выражений много на себя берем. Нам что, разойтись всем здесь? Это компетенция законодательного собрания. Давайте, да, давайте. Александр Александрович, коллеги, уважительные. Я ставлю вопрос на голосование, прошу голосовать. Мнения есть разные. Пожалуйста. Комитет предлагает поддержать данный законопроект. В первом чтении. Прошу голосовать. Спасибо, принято.